Друзья, по-моему, пришел очеред самому интересному, самому волшебному, уникальному проекту, который мы сегодня с огромным удовольствием вам представим. И сегодня вы услышите и увидите презентацию, общественную презентацию по созданию культурно-просветительного центра «Эрмитаж Урал» на базе муниципального Екатеринбургского музея изобразительных музеев на улице Ваймер-1. Я с удовольствием вам представляю сегодняшних спикеров и гостей этого события. Ну, во-первых, это Павел Владимирович Приреков, министр культуры Свердловской области, наш основной партнер в реализации этого проекта, главный архитектор города Екатеринбурга Тимур Абдулаев, представитель комитета по строению Суниголая Сметани, директор музея изобразительных искусств Никита Парытьев и архитектор, автор архитектурной идеи, которая сегодня вам будет представлена, Владимир Паганович, который, собственно говоря, сегодня вам покажет, расскажет об архитектурной концепции этого проекта. Ну, я с удовольствием предоставляю слово Никите Парытьеву, он расскажет вас по вам проекте, потом, ваше очень интересно, вы не скажете свое точное зрение, расскажете. А и после выступления наших спикеров мы будем готовы ответить на ваши вопросы с огромным удовольствием. Итак, слушаем. Идея, замысел, история вопроса, почему там, почему в другом месте, директор музея изобразительных искусств Никита Парытьев. Спасибо, Татьяна Львовна. Уважаемый гость, если можно, я буду в состоянии, потому что я сидел в своем углу, потому что я буду в процессе микрофона. Ну, действительно, у меня задача будет, так скажем, ввести ваш контекст, а у нашего уважаемого контектора будет уже задача сформулировать конкретное и директорное решение, которое были применены в нашей ситуации. Почему? То есть мы с вами задеемся, что все вопросы сложности этого проекта и достаточно много, к сожалению, но это бодная информация. Эрмитаж в Великой Европе, все мы знаем, что эта тема обсуждала достаточно недолгосрочные люди, хотя на самом деле она, в общем-то, витала в воздухе, наверное, все послевоенное время, так или иначе, тот факт того, что эрмитажность, потому что у нас были войны, в общем-то, многим навевал на себя то, что когда-то как-то должно быть уверен вечно в каком-то объекте, но тем не менее. Дело в том, что эрмитаж существует не только в Санкт-Петербурге. Эрмитаж существует еще в нескольких городах, и не только в России, просто для вашей информации. На сегодняшний день действуют три эрмитажных центра. Один из них – Амстердамя, самый большой, самый маленький и самый близкий к эрмитажу центра Выборьки. И самый близкий для нас, где мы можем посмотреть эрмитаж, где выезжая далеко, это Казань. Все они работают достаточно давно. В общем-то, они все очень разные, допустим, выбор, но очень маленький арен, а Казань – это всего 1000 квадратных метров. Амстердам еще больше. Но все они стать человеками по своим инфраструктурным решениям, по тому, как реализуется дискошная политика там, какие там присутствуют проекты. И, в общем-то, получается, что для каждого города, для каждого объединенного центра эрмитаж готовит свою программу, где они свои индивидуально-эксклюзивные решения. Это не сеть выставочных залов, которые, скажем, перемещают одни и те же выставки друг к другу. Не так давно, порядка, я бы сказал, наверное, менее чем 2 года назад, было принято решение о развитии эрмитажной инфраструктуры. И первично было принято решение о том, что эрмитажный центр появится еще в двух городах – это Орск и Владивосток. Но, и вдруг, удалось запрыгнуть выходящий поезд благодаря усилию руководящего состава, который здесь тоже присутствует, и министр, и начальник управления культуры, и главы города, нам удалось доказать, в общем-то, что, где многих не требовало доказательств, в нашем городе тоже должен быть центр. Поэтому в ближайшие 3 года, 2-3 года, развитие эрмитажных центров еще пойдет дальше, на восток, и появятся отдельные объекты в Екатеринбурге, в Яковске и в Дальнем Востоке. Кто из них будет первым, кто вторым, кто третьим, в принципе, наверное, не особо важно, но, к сожалению, для нас на некоторых проектах, еще, скажем, финансирование не видели на Урале, в Екатеринбурге, оно уже существует. Поэтому мы прогнозируем, что в мостах были здесь первым. Но это уже, мы не конкурируем. И здесь мы как раз таки уже реализуемся именно на том, чтобы у нас были похожие выставочные пространства, чтобы у нас были примерно одинаковые залы, для того, чтобы, в общем-то, как-то упростить логистику проектов, эрмитажа, упростить для них экспедиционное решение, транспортировку, страховку и все, и многое другое. То есть решить какие-то экономические проблемы эрмитажа с появлением еще трех достаточно угоденных выставочных центров. Я хотел бы кратко представить человека, который стоял у истоков развития эрмитажных центров вообще. Это Владимир Юрьевич Маклеев. Он неоднократно бывал в нашем городе, бывал в нашем музее, но и других в музее, общался со многими представителями власти, но, к сожалению, он бездевременно скончался в этом году. Я просто даме уважения к этому человеку, вас не знакомлю. Для нас это очень важное персональное в этой истории. В общем-то, все этажные центры, которые появятся на, скажем, восточной половине нашей большой страны и, наверное, такой-то и живой памятник этому человеку. Это человек, который в общем-то принимал все ключевые решения по выставочной политике, организационной, политике центров. Но, к сожалению, появления в следующих центрах он не дождался. И так, что мы имеем на сегодняшний день? Как вы видите, в поддате менее чем год назад было подписано соглашение. Это официальный документ между государственным ремонтажем, между Соколовской областью, между администрацией города и Генбурга о том, что до конца 17-го года так или иначе должен появиться новый ремонтаж, который будет называться культурно-процедический центр «Эрмитаж УРА». То есть для нас это, в общем-то, очень нестандартная ситуация. Дело в том, что «Эрмитаж», как правило, не общается с муниципалитетами. «Эрмитаж» вообще взаимодействует с субъектами и федерацией. Но в данном случае у нас вот такой вот тороиспленный союз. И мы вообще ориентируемся на то, что этот проект будет достаточно сложный по своему финансированию. Мы надеемся и рассчитываем на федеральное, финансирование на областное именно на муниципальном. То есть это общее дело, это вот общий котел, в котором каждая сторона будет держать какие-то вопросы частично, но сообщаем. Что уникально в нашем с вами «Эрмитажном центре» «Эрмитаж УРА». Дело в том, что для нас это не просто еще и для «Эрмитажа», это тоже не просто еще одна выставочная площадка. Нас связывает очень важная нить историческая. Это события в Великой Отечественной войне. Все, наверное, видели эти известные кадры, когда ящики с федеральными вещами разгружаются около нашего здания. Действительно, 1 миллион и тысячи, 1 миллион 180 тысяч экспонатов в свое время находились на первом этаже и в подвалах нашего здания на вайнере 11. Помимо этого, помимо экспонатуры, которая была эвакуирована на рам, фактически переехала еще и часть персонала, эрмитажника, почти два десятка человек занимались реставрационной работой, исследованием, продолжением следующих вещей, организацией выставок. В частности, Нижний Томинский музей художественный, он, в общем-то, лепился благодаря деятельности эрмитажного сотрудника. Поэтому, в общем-то, в хорошем смысле наследили наследили, но здесь очень много. И вот мало кто, наверное, обращал внимание на то, что на нашем здании есть такой небольшой мезоним, который здесь в красном крупе находится. Там есть два небольших кабинета, наверное, общей площади в метрах, ну, может быть, максимум 40. И вот именно в этом пространстве размещался научный состав эрмитажа. Они работали вот здесь с полуином, их можно четко дефицировать интерьеры по окнам. И именно там велась научная работа, продолжалась. И, в общем-то, в годы войны Светловск, Вайнера, 11, где был официальный адрес эрмитажа, по которому получилась эрмитажка, который получал директор федерала. И наш с вами проект отличает то, что в нем будет обязательно реализована мемориальная часть. То есть, помимо постоянных экспозиций, которые мы планируем реализовывать с эрмитажем, примерно одна выставка в полгода, или две выставки в полтора года, в зависимости от того, какие-то проекты, будет обязательно постоянная мемориальная экспозиция, которая рассказывает городу вот эту часть нашей истории. И мне кажется, что все согласятся, что наш город в общем-то в этом очень нуждается, потому что, к сожалению, город как не промышленный миганк, город как место, где, к сожалению, закончилось свое существование, закончилась свое существование последняя семья Романовых. В общем-то, это та часть символического капитала, которая нас вряд ли радует. Но вот эта история спасения в каких музеях или в каких городах, наверное, в каких регионах. Коллекция рентажа, в общем-то, это очень хорошая продуктивная часть для городской мифологии. Хороший смысл. помимо экспозиции помимо экспозиции нас с вами мы с вами обязательно будем иметь постоянное пространство, которое подсошло этой теме Эрминтажа Урала. Эрминтаж Эрминтаж Урал наверное, будет представлен двумя объектами. Дело в том, что когда вы все приходите в наш музей на вайнере 11 и все всегда поднимаетесь на второй этаж. Мало кто задумывает почему, то есть месяца идет в спрос вверх и по ней поднимаетесь и все изменились на втором этаже. На самом деле на первый этаж с ними попадать не может просто потому, что там находятся фонды. Там находится наше хранение, там находится 90% нашей экспонатуры и простой смерть и сих пор никуда упасть не может. И для того, чтобы в это пространство где хранились все время и этажные сокровища, то в этом пространстве появились в этом пространстве на месте экспозиции и этажа временной. Необходимо было сфонду. И другого решения здесь нет, кроме как возведения отдельного объема, отдельного объекта, фонда хранения, ну или в нашем случае он называется реставрационно-хранительский корпус. это пространство которое позволит нам вывести с первого этажа из стеклянного этажа новайнера с первого этажа из стеклянного этажа новайнера реставрационного мастерски и наши фонды. Но чтобы все понимали где это находится, если наша галерея вот ее конкурс уже в новом проекте как раз находится на пешеходной улице ваннере вот здесь, то ваннера 16 находится по диагонали. Мы очень благодарны городу, что он учел наши, скажем, логистические проблемы и предоставил нам землю и возможность строительства именно в этом пространстве, на небольшом удалении от Кузье. И на самом деле это очень важное отличие нашего центра монтажного всех людей, потому что мы решаем важнейшую конструкторную задачу любого регионального музея. Практически 100% музеев регионов России испытывают огромные сложности с хорошо оборудованными правильно построенными пространствами для реставрации и хранения музейных фондов. Это огромная фрагедия, которая не видна, к сожалению, широкая общественность, она не видна по себе даже не научно власти зачастую. Просто потому, что любой музей, конечно, в первую очередь посещаем жертвых экспозиций. Но в экспозициях находится, как правило, от 1%, до 7-8% экспонатуры. Все остальное находится в фондах. И хоть, к сожалению, музейные фонды России на сегодняшний момент переживают, что они просто постепенно отыскают. Но мы постепенно выкрачиваем каждый год, два, три, постепенно выкрачиваем новые и новые ценности. И возникнение реставрационного 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 корпуса как раз таки позволяет нам решить вот эту задачу. То есть мы помимо того, что мы просто вывозим нашу корпус, мы вывозим гораздо более комфортно и правильным условиям в мире. Конечно, сам объект еще и сам по себе эстетичен весьма. но об этом расскажет уже архитект и архитект проекта. Но его видеть будет сложно, потому что он находится во дворе. Но тем не менее посмотреть ему будет интересно. У него есть ингредиенты заняты архитектурные особенности. Существующее знание отдавателя вы все его прекрасно знаете. И дело в том, что это политика архитектуры. и мы не могли решить все необходимые свои задачи по созданию комфорта для посетителя, по созданию даже того уходя не только требуют различные инстанции, то доступ или лидов для защищения предпожарной высоты и что-либо в нем поменять невозможно было бы по тем причинам. Поэтому было очень важное и ключевое решение о котором расскажет дальше Владимир Алексеевич это вынос всей инфраструктуры как пирога, аркрана, экскурсоводы, лифт, эскаландры и все все такое фактически вот вор сдать где будет возведена пельная армия. Чтобы это сделать то, что я сказал и перейти дальше неизвестных территорий я хотел бы еще раз ваше осознание цифриксировать следующий момент то есть этот этаж Урау это проект после которого останется два очень важных для музея и для города и для области и для цифринства и для больших важных объектов исторические исторические наши заняты ваниль организации с историческим залом и номер мемориальным 18-го этажа и наша фото хранилища из фото висницы в пространстве где будут храниться фото и они могут спокойно пополняться реставрироваться восстанавливаться и храниться в надлежащем специальном состоянии и что очень важно для нас и чтобы мы хотели чтобы концентрировать город, голос и вообще конституцию наше сообщество это именно возвращение этой темы в полноценном масштабе темы взаимодействия дружбы то есть одна же это предупреждение двух музеев из которого родилась прекрасная традиция прекрасная идея и очень надеемся что эта тема пойдет нашу городскую историю нашего городского института тоже находятся все может создать не только музейного сообщества и отдельных созданников городской истории но просто знали как два народа вообще доступны могут все известны для всех для всего достаточного достаточного